Еще одна классическая игрушка для детей второго года жизни – это вкладыши. Вкладыши – тоже составная игрушка. Она состоит из нескольких одинаковых деталей, которые различаются по размеру. Цвет тут не важен. Они могут быть одного цвета. И даже чем меньше тут всяких накручено дополнительных деталей, тем лучше. Важно, чтобы выделялся размер. Это могут быть кубики, яички. То есть не важно, какая форма, не важно, какой цвет, а вот размер очень важен. И, соответственно, задача ребенка заключается в том, чтобы вложить одну в другую. И для малыша эта задача очень непростая. Поначалу он будет пытаться впихнуть в маленький стаканчик большой. У него не получается. Он может злиться. Но потом или взрослый покажет, и у него случайно получится. И он поймет, что маленький в большую входит легко, а наоборот ничего не получается. И таким образом он осваивает такую важную характеристику предметов, как величина. Понимаете, он осваивает ее руками буквально, своими действиями. Не объяснением, что большое, что маленькое, не на картинках, а именно в своих действиях. Вот это больше, это меньше. И, соответственно, эта величина должна быть выражена в игрушке максимально четко. Поэтому я говорю, чем проще вкладыши, тем лучше. Вот, например, в таких вкладышах очень трудно определить, что больше, что меньше. В силу того, что тут приделаны какие-то детали, то ли рыбки, то ли краба, величина как бы прячется, скрывается. Поэтому ребенку очень трудно на глаз определить размер. Вот это может сделать только вот так вот. Соответственно, такого рода игрушки, они только затрудняют выделение ключевого признака, выделение величины. Поэтому как бы они ни были красивые и привлекательные с точки зрения взрослого, Чем проще вкладыши, тем лучше. Тем лучше они выполняют свою основную функцию, а именно выделение величины, размера предметов. Теперь с вкладышами можно проделывать очень много тоже разных самых игр. Ну, во-первых, можно с ними сложить башенку. Вот какая красота получилась. Опять же, вот так вот башня не получается, или она получается какой-то маленькой, коротенькой. А если мы их сложим по порядку, вот большего к меньшему, то вот какая красота получается. Потом можно спрятать какой-нибудь вкладыш. Вот было много, стало мало. Где они? Где они? И вот ребенок, открывая вдруг, убеждается, что они на месте, и сам прячет. Вот такого рода можно их сложить по росту. Вот так вот. Можно спрятать сразу все в один, в один, в другой. В общем, фантазия взрослого может подсказать значительное количество интересных игр с такого рода вкладышами. Потом можно комбинировать. Вот вкладывание вообще очень интересное и полезное занятие для такого малыша. В них можно что-нибудь положить. Это могут быть шарики, те же колечки от пирамидки, бумажки какие-нибудь, фасолинки. И вот когда мы вкладываем, перекладываем, туда-сюда пересыпаем, это доставляет малышу очень большое удовольствие. И это формирует его представление о мире в некотором смысле, о размерах, о появлении и исчезновении предмета. И вот еще надо, наверное, сказать, что для детей этого возраста действие, удовольствие от действия лежит в самом процессе. Они это делают не для того, чтобы вложить, собрать пирамидку, добиться какого-то успеха, а потому что сам процесс действия приносит им радость. И поэтому они без конца могут повторять одно и то же действие. Вот они собирают, разбирают, вкладывают, перекладывают. И так до бесконечности. Взрослых это может утомить и кажется бессмысленным. Но для ребенка смысл этого действия как раз в его повторении. Он своего рода упражняется в этих самых движениях и действиях. И вот такого рода простые игрушки ему, безусловно, помогают. Для них можно подобрать крышечки. Если у вас есть соразмерная пирамидка, каждый вкладыш можно закрыть. Или положить сюда колечки. И вот такое перекладывание, повторяю, оно приносит чувство своей какой-то эффективности, что это я сделал, что это у меня получилось. Так что вкладыши – это отличная игрушка как раз для этого второго года жизни. Еще подходящая игрушка – это коробка форм. Когда мы вкладываем предметы одной и той же формы в соответствующие прорези. У меня тут под рукой такой игрушки нет, но она тоже подходит для этого возраста. Сначала они действуют на обум, влезет, не влезет. И пытаются засунуть квадратную формочку в круглое отверстие. Не получается. Потом находят нужное. И потом уже это делают на глаз. То есть вот уже глаз начинает определять и размер, и форму предмета. И вот размер и форма – это главные ключевые такие признаки вещей, которые ребенок осваивает вот в этих своих предметных действиях благодаря игрушкам. Теперь еще, какие движения и какие игрушки очень важны для детей. И это некоторая такая неожиданность появления чего-то нового, какой-то сюрприз. Они так и называются – игрушки с сюрпризом. Вот, например, одна из них. Вот Петрушка, который спрятался. И вдруг он появился. Годовалому малышу такой вот сюрприз приносит большую радость, удивление. И вопрос – а где он? А куда он делся? Вот он. А куда он девается сейчас? И вот это удивление, как это так вышло, что он то есть, то есть, то нет, то есть, то нет, оно стимулирует очень важное человеческое качество – это познавательная активность. То есть попытка понять, как это устроено, почему оно так движется. И сначала эта игрушка работает в руках взрослого, потом, естественно, ребенок ее пытается взять, понять, что вот она там все-таки есть, и разгадать этот простой, но все-таки загадочный механизм работы такой простой игрушки с сюрпризом. Да, забыла рассказать про матрешку. Матрешка – это замечательная игрушка, повторяю, это игрушка, это не сувенир, это не украшение помещения, а это игрушка. Вот это просто дар народа маленьким детям. Это вкладыш, но вкладыш непростой, а, как вам понятно, такой вот сюжетный. Там открываются разные подружки. И вот эти подружки, они могут быть предметом не только таких вот примитивных действий, но и предметом уже такой вот игры. Вот они встретились, вот они большая и маленькая. Вот одна теперь спряталась в другую, в другую. А где наша сестричка? Спряталась наша сестричка. Ну-ка, помоги, найди нам нашу сестричку. Где она? Там ее нет, там ее нет. Она говорит, ой, а что-то тут гремит. Ну-ка, давай посмотрим, что тут гремит. Так вот же она. Такого рода прятки-поиски, они продолжают очень увлекать детей. И, соответственно, тоже ориентация на размер тут очень важна. Потому что сначала дети могут вот так вот собирать эту игрушку. Вот так вот не получается, потому что они не ориентируются на размер. Вот не выходят. Где, куда вот это. В общем, они с помощью проб и ошибок, ну и, конечно, мягкой подсказки взрослого приходят к тому, что маленькая легко вставляется в большую, а наоборот не получается. И что если мы правильно их подобрали, вот у нас одна матрешка остается, в которой гремят ее подружки. Так вот, в этом возрасте дети очень легко и с удовольствием осваивают самые разные формы движения и вот таких вот сюрпризов, что ли, экспериментирования. Среди них тоже и вращательное движение. Вот эта вот юла, ее принцип работы не так что прост. Потому что мы делаем вот такие движения, а она крутится вокруг себя. Вот как так происходит, что с помощью вот таких вот движений мы вызываем вот это кручение юла. Волчок еще недоступен детям. Тут надо более тонкие такие вот пальцевые движения. А с юлой они вполне могут справиться и наблюдать, как вот их такое действие вызывает вращение. И при этом, когда крутится вот этот волчок, совершенно меняется картинка на нем. Вот здесь вот нарисованы всякие бабочки, а когда она крутится, то получаются такие колечки. Что удивляет ребеночка и доставляет ему безусловную радость. Вообще удивление, как это происходит и почему так получается, это чрезвычайно ценное качество. Я уже сказала, что это познавательная активность, из которой потом вырастает любознательность, интерес к окружающему, желание понять, как все устроено. Ну и что говорить? Конечно же, вот эта познавательная активность – это основа мыслительных способностей. И, я бы сказала, умственной одаренности даже. Вот действительно умственно одаренные люди, они умеют удивляться тому, что для окружающих кажется очевидным и закономерным. И вот эту познавательную активность можно стимулировать с помощью разных игрушек в том числе. Ну вот, например, такой бугин, такая вот игрушка, которая очень загадочно устроена. Вот только что все эти шарики были наверху, а сейчас они внизу. Если мы перевернем, то они медленно, но с нашей помощью будут просачиваться вниз. Это похоже на погремушку, но на самом деле это вот игрушка для такого детского экспериментирования, когда они пробуют возможности игрушки. И вот наблюдать за движением для малыша, не только действовать самому, но и наблюдать, как движутся эти предметы, эти игрушки – это вещь очень такая ценная для малышей. Это концентрация, это внимание, это понимание каких-то динамических закономерностей. Вот, например, вариант кугельбана. Кугельбан – это катящиеся шарики. Вот, казалось бы, тоже очень просто устроенная вещь, но она завораживает. Завораживает своей… Вот, медленно, медленно, но верно эти шарики катятся. Их можно бросить вместе, можно ему помочь катиться. Вот это хорошо для того, чтобы успокоить ребенка, чтобы он сосредоточился на чем-то. Ну и прослеживал движение вот этих самых шариков. Ну, эти игрушки являются таким замечательным материалом для предметной деятельности, в котором, в которой на самом деле развиваются все психические процессы ребенка. Здесь и внимание, и память, и мышление, которое в этом возрасте является наглядно действенным. То есть ребенок действует руками. Все это не через передачу знаний, не через обучение, а через вот такую вот игру с такими игрушками. Продолжение следует...